Брать или не брать? Этот вопрос в Якутии сегодня обсуждает почти каждая семья. Если взять, то чем потом заниматься на этой земле? А если не воспользоваться такой возможностью, данной государством во второй раз за всю историю России, то потомки могут не понять сегодняшнюю недальновидность. Ну обязательно, это один раз дается жизнь такая возможность, почему бы и нет. И для этого я вот 10 лет назад проект делал, чтобы центральные 10 лусс в Якутии знали, где брать эту землю. Надо пока занимать свои люди, чтобы занимали эти места. Потом поздно будет. Благодаря этому закону наш герой с единомышленниками может осуществить свою давнюю мечту – вдохнуть жизнь в большой тур «Лена Алдан», который охватит 10 районов Якутии. Раздача земли бесплатна – это уникальный шанс начать свое дело в сфере туризма. В мировой туриндустрии якутская земля еще не хожена. И этот бизнес в перспективе может стать настоящим клондайком и затмить другие виды деятельности. Землей заниматься там, продукциями заниматься у нас уже не получится, потому что эти продукции нам привезут дешевые одним составом, вот, зелезной дорогой. И тогда нам невыгодно будет, как бы, конкурировать с этими людьми. А вот обслуживать своими продукциями – это уже можно будет. Уже дорого мы можем обслуживать свежими своими продукциями этих наших клиентов, которые приезжают, ну, с зарубежных стран, вот, если хорошо мы наладим этот вопрос. И наши, которые вот у нас работают, приезжие люди, они тоже будут отдыхать, потому что всем ехать в запад не получится, потому что это дорого. Здесь нам не стало, если мы сделали такого уровня отдыха, они должны вот это обязательно приехать у нас в гостях. Не только любоваться красотами якутской природы, но и кормиться всей семьей собственного огорода. Именно так планирует использовать свой будущий земельный участок Наталья Борисовна. Она пришла в МФЦ только проконсультироваться, а получилось, подала заявку на гектар. Заняться с огородничеством и садоводством. Я человеку пожилую, я уже на пенсии. Хочу заняться огородничеством, буду приезжать ко мне за овощами, на лето внуков, буду приезжать к себе отдыхать. Между тем, по освоению гектара предусмотрено 35 мер господдержки. Это и возможность получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства, индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга, сельхозтехники и так далее. Обо всем этом подробно расскажут потенциальным заявителям теперь не только в офисах МФЦ Республики, но и в других подобных центрах по всей России. В эти дни 12 тысяч многофункциональных центров заключают договоры с Росреестра. Суть соглашений. МФЦ принимают заявления граждан на получение гектара и отправляют их через федеральную информационную систему уполномоченным органам. В Якутии такую работу уже практикуют с момента действия второго этапа закона. С 1 июня 2016 года. В проекте Дальневосточного гектара мы участвуем с самого начала. Самая наша основная задача – это оказать помощь гражданину. В первую очередь мы полностью рассказываем, что такое Дальневосточный гектар, какой в порядок выделения земельных участков, какие права у граждан есть, какие обязанности возникают, если они приобретут этот земельный участок. То есть полностью их консультируем и оказываем методическую поддержку. По работе на федеральной информационной системе – это целый портал. То есть регистрируем его, либо помогаем ему зарегистрироваться в личном кабинете. Как правильно оформить заявку, как создать коллективную заявку – есть такая возможность. И вторая наша функция – в случае, если гражданин изъявил желание, у него есть такое право по закону подать в бумажном виде, изготовил сам схему соответствующую земельному участку, то мы принимаем на бумажном виде и направляем на полномочные органы. Большая часть заявок осуществляется, конечно, в электронном виде. Из более чем 11 тысяч заявителей на бесплатный гектар воспользовались ближайшим к дому МФЦ в электронном виде свыше 5000 граждан. Из 61 человек подали заявление в бумажном варианте. И с 1 февраля через многофункциональный центр якутяне могут подать заявление на получение гектара в любом субъекте Дальневосточного округа. В период второго этапа только пять якутян интересовались возможностью взять гектар в соседних регионах. И с каждым днем серых зон, то есть там, где уже занято и нельзя, на карте республики становится все больше. Это территории, где кто-то застолбил свои участки сейчас или ранее неучтенные, но в спешном порядке, оформляемые до старта третьего этапа закона. Кстати, именно в эти дни многие якутяне интересуются, попали ли их земли в эту запретную зону. Зная о том, что с 1 февраля начинается третий этап, и заявки могут подавать уже любые граждане, они приходят и через вот эту федеральную информационную систему смотрят их участок. На всякий случай, точно ли он занят, надлежащим образом попал в серую зону, то есть то, что права там уже зарезервированы. По поводу земельных налогов в будущем. В каком размере придется платить за пользование землей после пяти лет льготного периода? Эта неизвестность и останавливает порыв многих якутян стать собственником своей земли. Я подумала, но ничего, бесплатные, мы уже привыкли, что бесплатные сыр бывают. Через 5 лет посмотрим, сколько налогов там, что мы будем делать с этой зоной. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Юрий Филиппов. Якутия. День за днем.